Всем привет! С вами вновь культовая программа всех любителей путешествовать, не вставая с дивана. Рекорды моей планеты. И я, Андрей Панкратов, профессионал в собирании самых незаурядных рейтингов, какие вам только приходилось встречать. И сегодня я вас снова буду удивлять! Сегодня в рекордах моей планеты вы увидите рейтинг самых странных животных. Странно, в них будет все. От названия до внешнего вида. Ну и сразу после знакомства с удивительными существами природы, я предлагаю вам рейтинг самых ядовитых блюд мира. Не всякий отважится отведать блюда из этого рейтинга, но отважится посмотреть должен каждый. Поехали! Змеебык, Тигромыш, Жаболис, Дроздокит. Вам что-нибудь говорят названия этих животных? Надеюсь, что нет. А вот те животные, которых вы увидите прямо сейчас, действительно существуют. Начнем со вполне обычного животного, но обычное в нем только название – лягушка. Да и цвет она не самого редкого – пурпурного. А вот о том, как она выглядит, стоит задуматься не только нам, но и самой лягушке. Пятое место. Она и в самом деле имеет пурпурный окрас, но больше всего в ней привлекает другое. Практически всю свою жизнь эта лягушка проводит под землей. Но это не значит, что ее можно встретить в метро. На поверхность же лягушка вылезает всего лишь на пару недель в период размножения. Этот вид открыли лишь в 2003 году. Все остальное время пурпурная лягушка, видимо, стеснялась показываться человеку. Эту разновидность ученые обнаружили около небольшого городка Идуки в Индии. Латинское название лягушки происходит от слова «носика», что в переводе с санскрита означает «нос». Лягушка и вправду чем-то напоминает нос. Правда, с ломами. Как я уже говорил, эти земноводные, чтобы не пугать других животных, живут в земле. Для комфортного существования им необходима влажная среда. Поэтому они выкапывают себе глубокие норки и могут уходить в землю на глубину вплоть до 4 метров. Там их точно никто не встретит. Ну, кроме кротов, но те слепые. А теперь пришло время окунуться в самую пучину морей и океанов. Именно там проживает следующий экспонат рейтинга самых странных животных. К сожалению, сам он о себе рассказать не сможет, потому что это рыба, да еще и синяя. Хотя вторая часть ее названия обязывает хоть немного доразговаривать. Четвертое место. Знакомьтесь, синяя рыба-попугай. Удивительное морское существо, интригующее синего цвета, относится к семейству окунеобразных рыб. Стоит признать, эта рыба очень красивая, а главное, позитивная. Только взгляните на ее мордашку. На конкурсе красоты среди рыб она бы точно получила номинацию «Мисс Позитив». Ареал обитания необычной синей рыбы с клювом, как у попугаев, это коралловые рифы на мелководье в субтропических регионах западной части Карибского моря. Так что эта рыба вполне могла бы сидеть у какого-нибудь пирата на плече. Некоторые ее экземпляры вырастают в длину больше метра. Поэтому, если вы ее поймаете, вам понадобится большой аквариум-клетка. Кстати, 80% жизни эта рыба проводит в поисках пищи. Ну, во-первых, она слишком яркая, и ей сложно маскироваться. А во-вторых, она все-таки больше рыба, чем попугай. И память у нее очень короткая, поэтому она просто не помнит, что уже ела. Рыбы-попугаи имеют мощный клюв с множеством зубов. Поэтому кормить рыбу хлебушком следует аккуратно. Помните, что эта рыба может одновременно и укусить, и клюнуть. Благодаря клюву они питаются, соскабливая водоросли и мелкие организмы с кораллов. Хотя со стороны это больше похоже на то, что у них раздражение после бритья, и они чешут свое лицо. С помощью мощных зубов рыба-попугай может перемалывать мелкие камни в поисках пищи. В среднем одна такая рыба может производить до 100 килограммов песка в год. Поэтому, если у вас во дворе до сих пор нет песочницы, нужно просто наловить штук 5 синих попугаев и закрыть этот вопрос. В Полинезии рыба настолько ценится, что считается королевским блюдом. Так что, если хотите сделать свой праздничный стол более патриотичным, просто ловите эту синюю рыбу и кладете между красной и белой. А вот и экватор этого рейтинга. Как думаете, что будет, если скрестить жирафа и зебру? Что? Жиробру? Жиробру? Вовсе нет. В Африке водится удивительное животное под названием акапи. И сейчас вы его увидите. Третье место. Как же долго думали ученые-биологи, кому приходится родственникам это лесное чудо. Как видите, в его внешнем виде есть что-то от лошади, зебры, антилопы и жирафа. В итоге ученые определили акапи к семейству жирафовых. Хоть их шея и не такая длинная. Открытие акапи в 20 веке вызвало громкую сенсацию. Настолько громкую, что ученые даже не удосужились объяснить название этого животного. Впервые о них рассказал путешественник по фамилии Стэнли. Видимо, акапи – это было его первое слово, когда он увидел животное. Акапи – ну прямо очень привередливое животное. Например, представители этого рода не выносят резких перепадов температуры и влажности воздуха. И очень чувствительны к составу пищи. Обитают акапи исключительно в Африке. По своей природе акапи – очень трусливое животное. Но при этом обладающее отменным слухом. Хоть в наставнике музыкального шоу иди. Так что малейший шорох и все – не видать акапи. Именно поэтому понаблюдать за ними в естественной среде очень сложно. Зато можно увидеть в зоопарке. Правда, долгое время в зоопарках не могли создать условия для их жизни. В последнее время были достигнуты определенные успехи в содержании и разведении акапи в неволе. Видимо, их перестали держать в одном вольере вместе с ольвами. В выборе еды акапи достаточно разборчивы. Но, несмотря на это, животное может съедать ядовитые растения и обугленные деревья, сгоревшие от ударов молний. Уверен, что происходит это именно в такой последовательности. Потому что после отравления чем-то ядовитым всегда нужно немного уголька. А сейчас вы увидите почти победителей. И на сей раз это птица. Правда, взглянув на нее, можно подумать, что у нее когда-то были шуры-муры с китом. Да и название подталкивает к этим слухам. Второе место. При первом взгляде можно подумать, что сейчас эта птица съест ребенка. Но нет. Какой бы грозной она ни казалась, питается китоглав исключительно рыбой. Хотя я не проверял. Китоглав является родственником по отряду аистом, морову, цаплям и пеликаном. И как будто съел их всех. Короче говоря, гадкий утенок. Только не говорите ему об этом. А то он меня найдет. Живут китоглавы на очень маленькой территории Южного Судана и Заира. И как они до сих пор выжили, непонятно. Видимо, они еще и хорошо воюют. Их любимыми местами являются болота по берегам Нила. С таким клювом жизни сахар. Поэтому ну ее в болото. Помимо рыбы, широкий клюв китоглава позволяет покуситься и на более крупную живность. Например, они могут запросто проглотить детеныша крокодила. А крокодил, в свою очередь, может проглотить детеныша китоглава. Вот такая хищная драма для какого-нибудь африканского ток-шоу получается. А перед тем, как вы узнаете победителя, совершим, так сказать, круг почетно. Еще раз посмотрим на самых странных животных нашей планеты, существовании которых сложно поверить. На пятой строчке пурпурная лягушка. Она настолько странно выглядит, что предпочитает жить в земле. Четвертое место. И там плавает синяя рыба-попугай. Она прячется в коралловых рифах Карибского моря. Видимо, все-таки скрывается от кого-то. Но от рейтинга моей планеты еще никто не уходил. Далее в топе расположился акапи, микс зебры, жираф, антилопы и еще бог знает кого. И серебро моего рейтинга уходит китоглаву. Этому мощному пернатому, живущему на болотах Африки. Но на самом деле китоглавы очень спокойные и не злобные птицы. Возможно, именно злости не хватило этой чудо-птицы, чтобы взлететь на первое место. И вот оно! Самое настоящее, странное и необъяснимое животное. Сейчас я вам его покажу. Только выговорю название. Аксолотль! И его заслуженное первое место. Аксолотль – это личинка хвостатой амфибии, мексиканской амбистомы. Звучит так же сложно, как и выглядит. Название этого животного происходит из ацтекского языка и означает что-то вроде «водная собака», «водная игрушка» или «водный монстр». Мне не удалось среди знакомых найти ацтека, чтобы уточнить. Как видите, по сути, подходит любое название. При желании даже подходит название «попа с ручкой», то есть с ручками. И, кстати, этот водяной матроскин может отрастить новые лапы и хвост. Если вдруг лишится их, он может вообще никогда не взрослеть. Да, у Аксолотля хватает причин занимать первое место в этом рейтинге. Эти животные были почитаемы ацтеками как божество. По одной из версий, Аксолотль назван по имени ацтекского бога смерти и разрушения. Вы только посмотрите на это создание, что оно может разрушить. Разве что стену безразличия вашего сердца к этому малышу. Божественный статус, впрочем, не мешал ацтекам охотиться на них и использовать в пищу. Но это не было большой проблемой для Аксолотли. Плодились они очень быстро. Как показала история, гораздо быстрее, чем ацтеки. Питается он ракообразными личинками, насекомых, мелкими рыбками и их игрой. Исключительно деликатесами. В общем, стандартный рацион человека из списка Форбс. Этим улыбающимся амфибием присвоен статус вымирающего вида. И это при том, что миллионы мексиканских Аксолотлей благоденствуют и плодятся в аквариумах всего мира. Да-да, внимательно взгляните в свой аквариум. Может, там уже завелся Аксолотль, пока вы смотрите мою программу. Если вас еще не распугали китоглавы и прочие нечисти с предыдущего рейтинга, и вы готовы к продолжению банкета, то самое время заглянуть в меню следующего рейтинга. Там я приготовил для вас настоящие вкусняшки. Я подготовил рейтинг самых ядовитых блюд мира, чтобы вы смогли вернуться из путешествия в целости и сохранности. Прежде чем перейдем к основным блюдам, начнем с фуршет. В качестве легких ядовитых закусок у нас жареный тарантул. Пятое место. Добро пожаловать в Камбоджу! Это паук Апинг, одна из ядовитых разновидностей тарантула. Ценится так же, как у нас икра. Естественно, не кабачковая. Пауков ловят в городке Скун, где они обитают в силу благоприятного для них климата. Хотя со своей ядовитостью они могли бы захватить себе местечко поприятней. Вернемся к пауку. У него есть клыки размером с мужскую ладонь. Именно в них содержится яд, от отравления которым каждый год умирает несколько человек. Не переживайте, в основном это туристы. Пауки еще не научились отправлять яд по почте. Это традиционная камбоджийская уличная еда, которая стала популярна во время местного военного конфликта и нехватки продовольствия. Так сказать, паучки попались под горячую точку. Как же этих паучков готовят? Оказывается, этих милых созданий выращивают, как картошку на даче. А потом разделывают, удаляют ядовитые клыки. Если вдруг какой-то недоповар не удалит весь яд, последствия могут быть плачевными. Активированный уголь уже не поможет. Затем обваливают в смеси сахара и соли. А затем обжаривают в масле с добавлением чеснока до хрустящей корочки. И вуаля, паучки фри готовы. Для местных жареный тарантул уже давно никакой не деликатес. Просто в стране, где туго с едой, особо привередничать не будешь. А вот туристам поедание паука доставляет массу эмоций. Следующее блюдо моей ядовитой кухни понравится любителям морепродуктов. Как насчет отведать хаукар? Нет, это не название тумбочки из знаменитого мебельного магазина. Речь идет о мясе полярной акулы. Четвертое место. Гренландская полярная акула – это рыбка, которая обитает в холодных северных морях, причем на большой глубине. В ее организме происходят сложные химические процессы, благодаря которым она не только не замерзает, но еще и становится абсолютно несъедобной. Как для морских, так и для сухопутных обитателей. Но скандинавские рыболовы додумались-таки обезвреживать акулье мясо, настоящие акульи-саперы. Хитрые скандинавы сами не очень любят это блюдо. Это блюдо, говорят, невкусно и опасно. Но скандинавы наверняка лукавят. Сначала дают пробовать туристам, и если все живы, то уже и самим можно отведать. Все, как у королей в Средневековье. А теперь записывайте рецепт, как готовить хаукарль. Разделанную на куски людоедскую рыбу складывают в ящик, и она тухнет под землей или просто в погребе месяца три. Выражаясь культурно, подвергается естественной ферментации. Когда все шлаки выходят наружу, акула еще полгода висит в сарае. Но если не выдержать нужные сроки и съесть акулу раньше, то это будет самая парадоксальная смерть. Посудите сами, не акула съела вас, а вы съели акулу. И все равно умерли. Эй, любители сыра, настал и ваш черед пощекотать себе нервишки. Достаточно отправиться на Сардинию и попробовать там знаменитый местный сыр. Кассу Марцу. Это вполне обычный сыр. За исключением того, что в нем живут... Третье место. Овечий сыр пекорино оставляют на несколько недель, пока в нем не заведутся личинки сырной мухи. Если что, сама сырная муха несъедобна, а прибивая ее газетой, сырный соус из нее не вытекает. Личинки ускоряют процесс ферментации, превращая твердый сыр в мягкую субстанцию, которую можно мазать на хлеб. Но это нисколько не успокаивает и не уводит от главной темы, что сыр-то ядовитый. Жутковатое на внешний вид месиво стало настоящей изюминкой местной кухни и отличной закуской крепкому красному сардинскому вину. До вкуса цвет, как говорится... Если решитесь попробовать это блюдо, то примите во внимание несколько вещей. Во-первых, он ядовитый. Во-вторых, учтите, что личинки довольно высоко прыгают. В-третьих, съеденная личинка может просверливать слизистую оболочку внутренних органов. Так что, если не хотите, чтобы ваш желудок превратился в кассу марцу, не стоит пробовать этот ядовитый сыр вообще. Гнилой сыр. Согласно рейтингу одного влиятельного журнала, официально занял первое место в списке самых опасных продуктов планеты. Ну а в моем рейтинге ядовитых блюд это просто легкое сырное канапе по сравнению с тем, что ждет вас дальше. Переходим к деликатесам. А точнее сказать, к самым маленьким, но от этого не менее ядовитым участникам этого рейтинга. Их название звучит как название фильма «Ужасов». Итак, киды-компания «Моя планета Филмс» представляет. Кровавые болюски. Второе место. Эти участницы рейтинга самых опасных блюд на планете названы так из-за красного цвета, вызванного содержанием в них гемоглобина. Эдакий европейский вариант нашего гематогена. Водятся в Средиземном море и приготовленные испанскими поварами вполне безопасны. Другое дело, если моллюски встретятся вам в Юго-Восточной Азии, где их только обдают кипятком. Испорченный моллюск переносит опасные инфекции, такие как дизентерия и ТИФ. Так что клизма и капельница на пару недель вам обеспечена. В 1988-м из-за этого деликатеса 310 тысяч китайцев заразились гепатитом А. В итоге 30 человек умерли. Звучит ужасающе. Есть кровавых моллюсков опаснее, чем прогуливаться по бразильским фавелам ночью. Казалось бы, что после этого инцидента с китайцами поставки и продажи опасных для жизни моллюсков должны быть запрещены. Но нет! Каждый желающий может найти их в любом ресторане Юго-Востока Азии. Отчего же эти моллюски такие ядовитые? Всё дело в том, что водятся они в различных загрязнённых шанхайских реках. В общем, из-за всех этих болезней кровавые моллюски запрещены в некоторых странах. А там, где разрешены, их подают с цитрусовым соусом. Хотя по-хорошему подавать их надо сразу в больничной палате и под присмотром врачей. Перед первым местом я подогрею ваш аппетит и напомню о блюдах, что подавал ранее. Если, конечно, вы ещё живы. На пятом месте паук Апинг. Не дополз до четвёртого, потому что его съели камбоджийцы, у которых он считается стритфудом. Напомню, что паучок очень ядовитый. И если перед тем, как его приготовить, повар не удалит ему ядовитые клыки, то до десерта вы не доберётесь. На четвёртой строчке хаукарль. Отрава от древних викингов, которую со временем всё же научились готовить, и она стала более или менее безопасной. Но меня немного пугает сочетание «более или менее». Я бы к ней вообще не прикасался. А местные скандинавы говорят так. Какая гадость эта наша хаукарль. Третье место – сыр «Касумарцу». Сыр с личинками. Да-да, не просто плесень, а прямо месиво с живыми организмами. Поэтому, если захотите съесть этот сыр в гордом одиночестве, то у вас ничего не получится. На втором месте остановились кровавые моллюски. Эти маленькие твари способны заразить вас гепатитом и холерой. Но это только при условии, что отведаете вы их в Юго-Восточной Азии. Европейские повара готовят их нормально, но ощущения не те. Без риска, как говорится, кровавый моллюск, как обычный. Как вы думаете, скольких людей убило следующее блюдо? Правильный ответ – тысячи. И речь пойдет не о кексе из амстердамского кофешопа, а о рыбе-лотерее. Как вы уже догадались, победитель сегодняшнего рейтинга ядовитых и опасных блюд – рыба-фугу. Первое место. Первый на планете случай отравления этой рыбы зафиксирован в далеком 1774 году. Тогда, в принципе, люди частенько умирали от отравлений. Не быть отравленным считалось не хамильфо. Но до сих пор ежегодно в Японии фугу становится виновницей не менее 10 смертей. Так сказать, бьет точно в десяточку. Вижу немой вопрос в ваших глазах, зачем едят эту рыбу, если она смертельно опасна? Как говорят японцы, кто ест фугу – глупец, а кто не ест – еще глупее. А я говорю, кто ест и не умирает – везунчик. Как видите, я тоже могу быть японским мудрецом. О ее неземном вкусе слагают легенды – естественно, те, кто выжил. Кроме того, многие ценят рыбу-шар за остроту ощущений во время трапезы. Балансируешь между жизнью и смертью. Готовить фугу могут только повара со специальной лицензией, получить которую довольно непросто. Это серьезный экзамен, основой которого является знание секрета правильного разделывания и приготовления рыбы. Это любопытное существо способно в случае опасности вдвое увеличиваться в размерах, отпугивая хищников. Но раздутые щеки и колючие иглы – не главное ее оружие. Многие могут подумать, что у нее еще есть и пистолет, но это не так. Во внутренних органах этой симпотяги содержится опаснейший тетродоксин. Он в тысячу раз сильнее цианида. Доза, содержащаяся в одной взрослой особи, может убить до 30 человек. Поэтому не удивляйтесь, если в Японии во время экскурсии в ресторан зашли 60 человек, а вышли в два раза меньше. Кстати, последний бокал шампанского на новогоднем корпоративе способен и на большие жертвы. Как вы поняли, это совсем не золотая рыбка. А если она и исполняет желание, то только одно. В общем, если вы неравнодушны к рыбе, то вам обязательно стоит ее попробовать. Но прежде чем есть рыбу-фугу самому, попросите приготовившего ее повара отведать ее первым. Так, на всякий случай. Как гласит древняя мудрость, кто не рискует, тот не ест фугу. Так что, если вы рисковый и мечтаете посмотреть на китоглавы или попробовать ядовитую акулу из Скандинавии, то прямо сейчас вставайте с дивана и вперед. А то все китоглавы вымрут и всех акул съедят. Или наоборот. С вами был Андрей Панкратов и рекорды моей планеты. Любите путешествия! И они полюбят вас в ответ. Хе-хе, до новых рейтингов. Пока.